Авиакомпания UTR обратилась к консорциуму кредитору с просьбой списать 30 миллиардов рублей из общего долга. Это одна из самых обсуждаемых новостей этой недели. Существуют разные взгляды на то, возможно ли это или невозможно. Возможно или нет, я думаю, это кредиторы для себя будут решать. Но на мой взгляд нужно учитывать следующие факторы. Во-первых, надо сказать, что любая авиакомпания, которая является должником, она может расплатиться по своим долгам только в том случае, если она работает. Тогда остается потенциальная возможность. Если авиакомпания закрылась, то все долги переходят в гипотетическую плоскость, потому что никакого имущества авиакомпании заведомо не хватит, чтобы по этим долгам расплатиться. И в этом смысле можно только сказать, обращаясь, может быть, к кредиторам, что вести разумную политику, чтобы получить хотя бы часть. То есть понятно, что часть долгов, она, видимо, стала безвозвратной. Но в то же время уничтожать компанию полностью, это уничтожить все возможности возврата долгов. И, к сожалению, были у нас в авиации такие примеры. Я думаю, самый яркий пример это компания КДАвиа, которая даже получила господдержку, ну как получила, господдержка была выделена, но компания не успела ее получить, потому что в силу нетерпения кредиторов, в общем-то, был запущен процесс ее банкротства с остановкой свидетельства сертификата эксплуатанта, и, соответственно, компания была остановлена. Если бы удалось провести вот такую вот реструктуризацию ЮТЕР, это был бы очень показательный пример того, как компания может все-таки решить проблемы финансовые и накопившиеся финансовые проблемы, не прекращая своей операционной деятельности. Вот, в общем-то, мы видели... Примерно так же, как произошло с американскими авиакомпаниями, которые после 11 сентября оказались несостоятельными, и их на протяжении десятилетия тащили с тем, чтобы они продолжали деятельность. Да, все крупнейшие американские компании прошли через процедуру банкротства, то есть они прошли через процедуру именно финансовой несостоятельности, и наверняка там было списание долгов, которые были просто невозвратные. Ну, здесь, мне кажется, еще очень важный фактор, что для Западной Сибири ЮТЕР является абсолютной системообразующей компанией, которую едва ли кто-то в состоянии заместить, потому что раздаются такие голоса, что проще организовать новую компанию там с чистого листа, но мне кажется, что это слишком наивный взгляд. Система, которую ЮТЕР выстроил в регионе, создавалась на протяжении 20 лет, с немалыми трудностями, с огромной поддержкой региона, я, честно говоря, не думаю, что какая-то существующая ли компания, или уж тем более новая, способна эту функцию носить. Ну, это просто невозможно подменить целиком эту маршрутную сеть, и опять же таки практика показывает, что у нас, в общем-то, за последние 20 довольно много компаний покинуло рынок, и, на мой взгляд, никогда не было такого, чтобы маршрутная сеть в результате вот такого ухода компании, она бы сохранялась полностью, то есть все равно какие-то направления уходят, потому что для авиакомпании есть какие-то привычные направления, то есть направления, которые убыточные, но которые она поддерживает за счет, ну, в силу каких-то интересов, ну, и вплоть до того, что если авиакомпания местная, то это место, где они живут, им некуда оттуда уезжать, вот, если приходит какая-то другая компания, понятно, что она сохранит те рейсы, которые были прибыльные, но по поводу убыточных рейсов, в общем, она не обязана это делать, если это не какая-то социальная необходимость, но тогда это будут новый этап переговоров с региональными властями и получение дополнительных субсидий. Ну что ж, будем следить.